Люди из красной зоны ковид-госпиталя Казанского университета рассказали, насколько тяжелыми могут стать последствия заболевания. Все 100% пациентов, находящихся в реанимации, они это непривитые пациенты. Представители нефтесервисной компании пригласили студентов пройти учебную практику и работу на должностях, связанных с геофизикой. Нам очень важно привлекать выпускников на работу, на нашу компанию, потому что уровень образования достаточно высокий, профильное образование, то, что важно для нашей компании. Всем привет! В эфире Универ Мьюз, а в студии Александра Яникеева. С 30 октября по 7 ноября в России объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Это решение поможет сдержать распространение коронавирусной инфекции. Как сообщил президент, возможное продление выходных зависит от эпидситуации в регионах. Повторю, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение, ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Уже год в Уни-клинике Казанского федерального университета работает ковид-госпиталь. Врачи борются за здоровье пациентов, но число заболевших в регионе продолжает расти. Истории людей, не понаслышке, знающих о последствиях коронавирусной инфекции, в следующем сюжете. Свою историю заболевания пациент ковид-госпиталя университетской клиники рассказывает со смехом, за которым слышится страшное – вероятность летального исхода течения коронавирусной инфекции. Все болит, а что – непонятно. Так он описывает свое состояние. Дышать без кислородной маски мужчина не в состоянии. С сожалению, отмечает – ранее не прививался. 1 октября, мне кажется, это получилась температура. Ну, как всегда думаем, что пройдет, что сами вылечим все таблетки, все, температура держится, не проходит. Начал сам принимать там текарства. Ну, как обычно, мы же такие люди, правильно, думаем, что все это, как бы, насморк, сосуды, пройдет, не проходит, температура растет, начало тошнить до 39 с половиной. Уже год врачи ковид-госпиталя университетской клиники вносят свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Врачи выходят в ночные дежурства, в том числе и в пункты вакцинации. Еще раньше к войне с пандемией присоединились научные сотрудники Казанского университета. На лаборатории Альберта Анатольевича Резванова вообще в республике первая помогла внедрить определение титров антител, чтобы своевременно уже, когда только началась пандемия, разворачиваясь первые госпиталя, была возможность пациентам вводить антиковидную плазму. Работа она идет непрерывная, и чем больше вызовов, тем больше, конечно, задач ставится как перед клиницистами, так и перед научными нашими работниками. Несмотря на усилия врачей, в больнице заняты все 80 коек. За спиной Эммы Мухамедшиной красным мигают индикаторы показателей пациентов. Сатурация, сердечный ритм – почти все находятся в красной зоне. Даже амбулаторный этап, он может одного пациента до 10-15 тысяч лечения обойтись. Это легкое течение, амбулаторный пациент. Тяжелые пациенты, которые требуют тяжелой терапии, генно-инженерной терапии, серьезного вмешательства препаратов, их стоимость лечения может доходить и до 300-500 тысяч. К сожалению, это очень дорогое лечение, и лечение серьезное, но реанимационные койки и длительная поддержка аппаратами требуют еще больших затрат. Мы были заполнены в какие-то периоды на 50, в какие-то периоды на 80-90%, и у нас был запас коечного фонда. То на сегодняшний день абсолютно 100% коек, и даже больше 100%, потому что мы пользуемся еще системой приставных коек, на сегодняшний день он задействован. 100% пациентов, находящихся сейчас в реанимации, это непривитые пациенты, отмечают заведующие отделением медико-санитарной части Казанского университета. Ради себя и своих близких стоит задуматься о вакцинации, ведь свободных коек может на всех не хватить. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Хафиз Гараев, Универньюз. В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание конкурсной комиссии республиканского конкурса «Лучший гражданский госслужащий республики Татарстан». Представители одной из крупнейших российских нефтесервисных компаний посетили Казанский федеральный университет. О том, как прошла встреча со студентами Института геологии и нефтегазовых технологий, расскажет наш корреспондент. ТНГ Групп занимается геофизическими исследованиями на территории всей страны. Это одна из крупнейших российских нефтесервисных компаний. Большая часть работников ТНГ Групп – это выпускники и студенты Казанского федерального университета, в том числе и сам генеральный директор компании Ян Шарипов. Поэтому встреча представителей ТНГ Групп со студентами Института геологии и нефтегазовых технологий стала в некоторой мере традицией. Мы рады, что в этом году у нас снова есть возможность в стенах этого прекрасного вуза встретиться с ребятами. КФУ для нас всегда был очень важным партнером в цели подготовки персоналов. Очень много студентов этого вуза, сотрудники нашей компании. Нам очень важно доносить информацию о нашей компании, чтобы ребята знали о наших перспективах, о наших проектах, о нашем будущем, о наших, в том числе, зарплатах и о том, какие цели преследует наша команда. И мы верим, что наше сотрудничество с КФУ в этом плане будет только развиваться. Встреча представителей компаний со студентами прошла в очном формате впервые за полтора года. Открыл мероприятие проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука земле Данис Нургалиев. ТНГ Групп приглашает студентов на прохождение учебной практики, а также предлагает работу на должностях, связанных с геофизикой. Нам очень важно привлекать выпускников на работу, на нашу компанию, потому что уровень образования достаточно высокий, а профильное образование – то, что важно для нашей компании. Компания ТНГ Групп сотрудничает с такими крупными корпорациями, как Татнефть, Роснефть, Лукоил и Таграс. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. Мы напоминаем, что единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19 – это вакцинация. Желающие привиться могут позвонить в университетскую клинику по номеру 233-30-00. В Химическом институте назначен новый директор. Что в планах у руководителя, выяснил наш корреспондент Роберт Хасанов. Химический институт КФУ возглавил новый директор Марат Зиганшин. Ранее он работал старшим научным сотрудником на кафедре физической химии. Я должен провести корректировку своего восприятия, как рядового профессора, тех проблем, которые стоят перед институтом, путей их решения, для того, чтобы уже перейти на уровень директора. В планах у нового директора улучшение результата в двух родах деятельности. Во-первых, это подготовка специалистов и молодых кадров. К этой деятельности также относятся и работы со школьниками и олимпиадниками. Ведь именно за ними будущее института и химического направления в целом. У нас трудится в Химическом институте большое количество победителей самых разнообразных олимпиад. Они прекрасно знают, какой вакуум образуется после победы на олимпиаде, когда воодушевление сменяется пустотой и слезами. Чтобы этого не произошло, мы должны этих же людей, которые уже все это понимают прекрасно, осознают в психологическом плане, вовлечь в работу со школьниками. Не профессора должны заниматься школьниками, а те молодые люди, которые вот только-только бывшие школьники, ставшие, скажем, сотрудниками, либо еще студентами. Во-вторых, работа директора химического института будет направлена на фундаментальные прикладные исследования. Одна из проблем, с которой новый руководитель столкнулся уже в первые дни работы, это нехватка качественной инфраструктуры для проведения прикладных исследований. На данный момент ведется масштабная работа по модернизации лабораторий на базе института. В последние годы, в настоящее время, благодаря программе Мегагрантов, у нас в химическом институте появилась первая в России лаборатория сверхбыстрой калориметрии, в оснащении которой я принимал непосредственное участие. Все данные аспекты работы нового директора направлены на создание более престижного имиджа химического института. Это касается прежде всего привлечения абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ и олимпиадников. Образовательная деятельность, она должна строиться не только в рамках и в стенах нашего института, она должна выходить за рамки. Мы должны начинать со школьников. Свою деятельность образовательную мы должны идти в школу. Именно на этом тоже будет сделан большой акцент. Назначение нового директора химического института прошло 16 октября. Первую неделю он работает в новой должности. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Александра Юникеева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова